Вторая серия маршрута Москва-Саргут Здесь будут небольшие изменения Движения через города будут в реальном времени Без ускорения С оригинальным аудио из салона автомобиля Ну и с моими, возможно, комментариями Остальный участок маршрута будет ускорен в два раза, как обычно Ну и опять-таки комментарии Как мои, так и аудио из салона автомобиля Более подробно расскажу уже при просмотре видео Первый населенный пункт, который будет без ускорения Это Переслав Залезский Аудио из салона, повторю И мои комментарии из Википедии И из интернета От других источников Желаю вам комфортного просмотра Поехали Так, про Переслав Залезский Я в конце прошлой первой серии уже прочитал информацию из интернета Сейчас прочитаю вам про синий камень из Википедии Впереди камера, ограничение 90 У этого термина существует и другое название Синь Синий камень Синий камень Или Синий камень Ограничение 60 Священный камень Близо Плещеево озера Переслава Залезского и Александровой горы И древнего городища Клещин Это один из немногих подлинных ритуальных объектов Сохранившихся со времен языческой Руси Впереди камера, ограничение 60 Находится на территории национального парка Плещеево озера Название камня связывают с тем, что после дождя цвет камня меняется От серого к синему Такой цвет принимает его мокрая поверхность Камень состоит из мелкозернистого кварцево-биотитового сланца Синий цвет образуется от коломления и отражения поверхности чешуек биотита и зерен кварца Камень испрещен мелкими бугорками Согласно последним исследованиям, вес камня около 12 тонн В языческие времена Синий камень был объектом поклонения мирян А затем и древних славян-язычников Пришедших к озеру в 9-м и 11-м веках Из-за новгородских и преднепровских земель Суть и характер культовых отправлений Проводившихся у камня до христианских времен Впереди город Ограничение 60 Современной науке не ясны Обратите на это внимание Сейчас камень находится на берегу Плещеево озера Однако прежде он лежал возле Борисоглебского надозерного монастыря Между старой и новой водокачками Житие и Зинарха Ростовского четко указывает Что камень находился в овраге По укоренившемуся в туристических справочниках Представление прежнее место камня В вершина горы Александровой Не знаю Несмотря на наличие рядом Борисоглебского надозерного монастыря Переславцы нередко собирались у камня И устраивали буйные веселья, пляски и костры Некоторое время монахи и священники Ограничивались увещеваниями Пугая местных жителей тем, что в идоле живет нечистая сила Однако внимание к языческой святыне не ослабевало Все изменилось в начале 17 века В житии святого Иринарха Ростовского Говорится о том, что преподобный посоветовал своему другу Якону Ануфрию Зарыть камень Тот и зарыл идола, отчего потом сильно болел По другому варианту, наоборот Якон зарыл камень и за это выздоровел от лихорадки В земле камень пролежал некоторое время А потом снова очутился снаружи Водяная эрозия размыла склон А замерзающий грунт понемногу отталкивал камень из земли В 1788 году его хотели использовать под фундамент строившегося духовной церкви Она находилась на берегу Мурмажа, приток речки Турбеж, которая впадает в Плещеево озеро южнее Борисоглебского монастыря Синий камень возгрузили на большие сани и повезли по льду Плещеево озеро Но лед не выдержал огромной тяжести Треснул и камень утонул на глубине два оршина Вот примерно полтора метра Бердников ошибочно пишет про две сажены То есть 4,3 метра Через 70 лет синий камень снова вынесла на берег озера Причем севернее его прежнего местонахождения Дискуссия о причинах этого явления шла в газете Владимирские губернские ведомости И завершилась выводом о том, что камень выдавили весенние торосы Ураганный ветер и движение льдов Сегодня синий камень по неясным геологическим причинам уходит в землю 40 лет назад он выдавался на поверхности чуть ли не в рост человека А теперь его высота менее чем до колена Осторожно, дети! Ограничение 40! Синий камень в нашей дне В 19 веке нашумевшая история о синем камне порождает легенду В народном сознании камень оказался связанным Состоящим неподалеку от нынешнего местонахождения Александровской горой На которой некогда проводились игрищи с куклой и ярилы Согласно легенде, камень якобы был сброшен с горы по личному указу царя Василия Шуйского Этот сюжет, по всей видимости, плод народной фантазии Поскольку не находят подтверждений в исторических документах Несмотря на это, недостроенное предание о Александровой горе и Василии Шуйском Постоянно тиражируется различными туристическими справочниками Ныне Синий камень – одна из достопримечательностей Переславщины Это не лучшим образом сказывается на его состоянии Туристы отбивают от камня кусочки, нередко портят его топорами и молотками И даже наносят на него надписти Недалеко от камня поставлен указатель Оборудован деревянный столик и кострище Приезжающие к камню также обвязывают кусты вокруг него веревочками и тряпочками И оставляют на камне монетки на желание Ну, я тоже оставлял тряпочки, ленточки специально с собой привозил В интернете найдете, есть видео, есть фотографии вот этого места Так, далее читаю Синий камень очень популярен у нынешних язычников, родноверов Они приносят камню дары, устраивают рядом с ним обряды Во время различных язычных праздников В том числе и во время Купальского праздника Как и многие другие культовые памятники Синий камень стал полигоном для приверженцев разного рода нетрадиционных мистических учений Которые исследуют его ауру и устанавливают контакты с духами В настоящее время территория вокруг Симнего камня огорожена и благоустроена Осторожно, дети! Ограничение 40! К камню и дальше к берегу ведет деревянный настил Вдоль которого расположены палатки с сувенирами Стоимость входа на территорию составляет 57 рублей 50 рублей Июнь 2017 года Ограничение 40! Да, это так, на самом деле я все это видел, сам платил, заходил Культ синих камней Вера в священные камни присутствует в религиозных воззрениях разных народов Они до сих пор почитаются в традиционных культурах, например, на Латайе Синий камень на Плещеевом озере – одно из свидетельств существования подобных верований у восточных славян И ранее обитавшего здесь финского племени Меря На Переславщине было много таких камней – лось, камень, петух, камень на реке Нерли-Ворской Легендарная каменная баба на Беремьевском болоте Наконец, еще один синий камень найден Иваном Борисовичем Поришевым при земляных работах Теперь лежит на Красной площади Переславского Кремля возле Спасово-Преображенского собора О широком распространении культа синих камней свидетельствует также и исследование финских этнографа Ария Альквист Зафиксированное в 1995 году в Переславском районе шесть синих камней, помимо камня озера Плещеева Это синий камень в низине у деревни Скаморохова, синий камень лес-болото близ поселка Рилинская Синий камень в трех километрах от деревни Деревка Синий камень возле деревни Городище рядом с село Глебовское Синий камень у дороги близ села Романово И синий камень на небольшом угорке на окошке леса строга за рекой Кубарь Альквист предложила, что название Синий у культовых камней Вериян связан с именем Укко Верховного божества грозы финно-корейской мифологии Имевшим прозвище Синяя накидка Который в мифах часто представал в одежде синего цвета Почитание углублений в виде следов и чаш часто встречается на Синих камнях Связано с древним культом зооморфным и антроморфным предков Например, по мнению Бурова, эти углубления олицетворяют вход в пещере у Матери Горы А сам Балун выступает как местилище душ членов определенного рода Такая трактовка была предложена по аналогии между поверьями о культовых камнях Коммерян российских верований и представляющих других финско-угорских народов В частности, Манси О стране мертвых, путь в которой лежал через отверстие в скале с водой Вот такую информацию Ну, много другой информации Но для меня, Синий камень, это лично для меня святое место Даже не обсуждаю Я уже проехал Переславль через город Я хотел сам город посмотреть Но вот я только 30 секунд назад выехал из него Да нет, не было никаких непробок, ничего так Четыре лежачих полицейских, один светофор и все Да, Сергей Фассад обошел Так, слабенько Нормально, дорога хорошая была А сейчас вот пока в этом Пока я не по объездной поехал, а по прямой дороге Немножко... Немножко так Почки есть Нет, еще не видел его Ага, хорошо, давай Срочно надо Я вот чуть дальше отъеду, перебору Да-да У нас через 60 километров будет установка на заправку Да-да Я пока на газпроне заправляюсь Да-да Я вот там, за углом где-нибудь Далее Я вот там, за углом где-нибудь У меня я Engineering Важно, я гляну короткий отдых заправка разминка надо полагать так если заправки повернуть налево то примерно не ошибусь километра через два будет поворот к правому камню к синему камню правый поворот к александровой горе но никаких указателей на дороге нет далее по ходу движения будет город я наверное заранее начну о нем читать там много информации это ростов великий ярославская область ростове великом написано очень много наверное все зачитать не получится насколько насколько хватит времени какие будут еще населенные пункты кратко буду о них рассказывать из интернета информацию брать по ходу движения будет поселок городского типа семибратово немножко впереди это перед ростовом но я вот прочитаю немножко из википедии семибратово поселок городского типа с 1948 года в ростовском районе ярославской области россии расположен на левом берегу реки устья бассейн волги на федеральной автомобильной трассе холма горы москва архангельск поселки находится одноименно железная железная железнодорожная станция расстояние от семибратова до ростова 16 километров до ярославля 37 до москвы 218 в основном поселок застроен пятиэтажными домами домами со всеми удобствами имеет четкую городскую планировку окружен зеленым кольцом кооперативных садов население по данным переписи в 2010 году составляет 7097 человек это крупнейший поселок городского типа ярославской области древнейшее поселение на территории современного поселка семибратово было деревне и сады в словаре далее помимо рыдная слобода и торговая пристань слова и сада объясняется как место высадки на берегу существует несколько версий возникновения названия семибратово один из вариантов возникновения поселения семибратово описывает краевед китов используя сведения полученные от артыкова семибраты упоминаются в летописях четырнадцатого и пятнадцатого веков при этом селе на рубеже между князьями грозьевым и приимковым жили семь братьев с родичей сынуя князя василия косова кирика андреева прославившись в ту эпоху княжевских междоусобий с своим неспокойным характером их похождения послужили основанием для сказки о семи семионах родных братьях при семибратах василий васильевич темный был разбит дядей своим князем юрием дмитриевичем около около тысячи тысяча четыреста шестидесятых и 70-х годов семибратами владели владел князь дмитрий федор дмитриевич гвоздь на карте русского государства и книги голландского купца значилось селение семибратов 1693 году по указу петра первого было учреждено почтовое сообщение между москвой и архангельском 11 июля 1948 года вышел указ президиума верховного совета отнести населенный пункт исады ростовского района ярославской области к категории рабочих поселков 5 января 1930 года на базе бывшего исадского картофеле картофеле терочного завода и предшествующий ему исадской водяной мельнице купца во хромеева начал работу семибратовский термоизоляционный завод занимавшийся выпуском изоляционных материалов 50 году был включен включен в строй действующих предприятий треслогазочистка основные предприятия семибратовский завод газоочистительной аппаратуры семибратовская фирма научно-исследовательский институт по промышленной и санитарной очистке газов и так далее и так далее в поселке имеется две школы также работает дом культуры и юность известные люди бренна дючков константин григорьевич советский писатель колесников андрей иванович журналист автор книги о владимире путине пасхина елена васильевна скульптор автор ряда памятников ярославской области сударушкин борис михайлович писатель вот такая пока информация далее по ходу движения поселок городского типа петровская ростовской области в ростовском районе ярославской области россии расположен в 20 километрах к юго-западу от ростова у реки сары на автомобильной дороге м8 холма горы железнодорожная станция петровск на линии москва ярославль история первое упоминание о селе петровском датируется 1207 годом в 1777 году оно стало городом петровским впереди город ограничение 60 центром петровского уезда однако петровский уезд был ликвидирован в 1796 году а петровск стал заштатным городом ростовского уезда в 1925 году 3 мобильный пост дпс контроль скорости ограничение 60 петровск лишился статуса города и стал селом петровским с 43 года поселок городского типа 35 и 59 годы петровское было центром петровского района образовано из частей Борисоглевского, Переславского и Ростовского района в конце 1850-х годов в городе было 1400 жителей и около 220 домов в 2017 году население составляет 4628 человек составляло в селе в селе сохранились две церкви собор Петра и Павла 1760 год и Преображенская церковь 19 век о том, что сказано о поселке городского типа Петровскому в селе в селе в селе двое у более-менее крупных поселков вроде бы не вижу поэтому начну информацией о ростове как ростов в википедии защите на написано не следует путать с ростовом на дону у этого термина существует и другие значения ладно ростов великий ярославской области это город с восемьсот шестьдесят второго года не тысячи восемьсот а с восемьсот шестьдесят второго года районный центр ярославской области административный центр ростовского района расположен в пятидесят трех километрах к юго-западу от ярославля на берегу озера неру площадь города составляет тридцать два квадратных километра население тридцать одна тысячи тридцать девять человек 2017 год один из древнейших городов россии официальное летоисчисление ведется с восемьсот шестьдесят второго года с десятого века ростов являлся одним из центров ростовосоздальской земли в девятнадцатом в одиннадцатом в начале тринадцатого веков входит во владимиросоздальское княжество в ипатхевской летописи при описании событий 1151 год назван ростовом великим 1207 1474 годах центр ростовского княжества в 1777 году получил статус города является городом областного значения при этом в рамках ростовского муниципального района образует муниципальное образование Ростов со статусом городского поселения как единственный населенный пункт в составе последнего на территории ростова имеется 326 памятников культуры третий из которых является памятниками федерального значения в 1970 году Ростов был включен в список исторических городов РСФСР в 1995 году музей-заповедник Ростовский Кремль включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов России туристический центр маршрута Золотое кольцо России жители Ростова именуются ростовцами или ростовчанами день города с 2014 года отмечается в конце мая ранее традиционно отмечался в последнее воскресенье августа в 2012 году Ростов отметил свой 1150 юбилей в городе действует вокзал станция Ростов-Ярославский находящийся на магистрали Москва-Архангельск северной железной дороги и автостанции при железнодорожном вокзале на трассе М-8 Халбогоры ближайший аэропорт находится в Ярославле называется Туношно речные волжские порты Ярославли и Огличи так, история название города традиционно связывают со славянским личным именем Рост «Смотреть Ростислав», от которого с помощью софиксов образовано притяжательное «Впереди город, ограничение 60» Ростов упоминается в повести «Временных лет» в записи за 862 год, не 1862, а за 862 год в нем говорится как о городе, которым владел Рюрик и где первые насельники принадлежат к племени Мире. Так, чуть дальше Продолжаю В летописах сообщается, что в Ростове сидел Князь Олег Князь Олег Алексей Шахматов считает, что упоминание Ростова под Князь Олег 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 Самая ранняя дендрохронологическая дата в Ростове получена с раскола у часозвона в Кремле 963 год. На конюшенном роскопе в отсутствие дендротат по составу находок и особенностям керамической коллекции 19-20 пласты датируются второй половиной XI века. О времени возникновения собственно Ростова существуют различные гипотезы. Одна из них предполагает возникновение города в дославянскую эпоху, другие – перенос соязыческого царского городища с сохранением названия Ростов в X веке. Причем в некоторое время оба города, племенной и княжеский, существовали одновременно. Как раз в IX-XI веках, во ходу перехода к достаточно сильной княжеской власти, различные удельные князья достаточно часто основывали свои опорные пункты. Исследователь Ростова, археолог Андрей Леонтьев считает, что царское городище – племенным центром Мирии, а Ростов – центром княжеской власти. По мнению краеведа Плешанова, Ростов возник как мирянский поселок в конце VIII века или несколько раньше. Во времена Рюрика он стал центром сбора дани в пользу Новгорода, оставаясь в других отношениях с пригородом царского городища. С усиленной славянской колонизацией, начавшейся в 1920-1930 годах Ростов, как база, славян приобрел господствующее значение. Казанская история упоминает, что черемист, как коренных жителей Ростова, не пожелавших крестьян, не пожелавших креститься и поэтому покинули город. Местные черемисты Марийцы имели самоназвание Мара, которое сократилось на гроб в северо-западных Марии, проживавших в Нижегородской и Остромской областях. Как показали раскопки 1980-х годов, марианское поселение на месте Ростова занимало край береговой террасы к западу от устья реки Пижермы. Оно не было окреплено, но защищалось Пижермой, заполоченной низиной реки Ишни и, видимо, засеками в окружающем лесу. Под водными чистоколами на реке Которосли и в озере поселение находилось напротив Рождественского острова, огромного камня Астанца, почитавшегося мирянами и служил центром культа божества, аналогичному славянскому Велесу и также связанного с медвежьим культом. Еще в XIX веке память о нем жила в ростовской поговорке «Он зол, как идол Велес». В житиях епиского Федора, Леонтия, Авраамия и Исаии и в повести о во дворении христианства в Ростове упоминается чудский конец в Ростове Великом, где стоял каменный идол Велеса, которому поклонялись местные язычники вплоть до начала XII века. Они неоднократно изгоняли присылаемых епископов и, по некоторым сведениям, даже убивали их. В настоящее время известна легенда об обосновании Ростова, выводящая название города от словосочетания «Россовстан» и приписывающая это основание царевичу Россу Вандала. Сюжет впервые появился в XIX веке в книге «Сказания Великого Новгорода», записанной купцом Александром Артыковым. Легенда точно датирует события 1793 год до н.э. Ароса Вандала называет сыном библейского Раугила, правнуком патриарха Якова. Однако содержание многих записей Александра Артынова большинство историков представляется недостоверными. Так, ну проедем Ростов, я начну читать информацию о Ростове Великом далее, потому что информации очень много. Ну, постараюсь максимально об этом прочитать. Значит, начнется описание названия «Рассвет Ростова». Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Продолжение следует... Продолжение следует... А само присутствие нужно или нет Этого человека Я понял То есть к вам нужно приехать с человеком с хорошей историей и паспортом и правами Я понял хорошо, подумал, а если нет, если я не найду такого Ага Я... Ага Вы знаете, я, наверное, попробую в первую очередь связаться с Volkswagen Bank Впереди город, ограничение 60 Может быть, что-нибудь получится изменить Вот, я просто сейчас уехал в командировку, я приеду на выходных только А то и... Камера в спину, ограничение 60 Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости Ограничение 60 По двум, как ИП? Нет, как физик Да, да Ну, если у них процент Ага Я понял Ну, если у них процент ниже Условия там все те же самые То давайте попробуем Почему бы нет Угу Угу Хорошо Хорошо Да, да, конечно, конечно, без проблем Я на связи Ну, тут только не в Москве Да, спасибо Взаимно До свидания Алло, да, тетя Таня, здравствуйте. Нет, я уехал в командировку. Да, 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 он дома. А что случилось? Да, 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 все, я понял, кто это, понял. Ну, по-моему, если хотите, можете по-моему, не пропониться. Да, 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 у вас все хорошо? Я буквально вчера вспоминал, что что-то давно вас не видел, там пропали куда-то. А, я понял, понял. Ага, ну это хорошее дело. Да, 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 я вас слышу. Яс? Алло. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Впереди камера, ограничение 90 Субтитры сделал DimaTorzok 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 архиепископа посланные в ростов были изгнаны Вплоть до 12 века ростов разделялся на два конца Чудской Мирянский с языческим капищем и Русский с христианской церковью Два народа неплохо уживались между собой В случае какой-либо угрозы вместе собирали ополчение Но если Мирянин принимал крещение то он уже признавался Русским и должен был оставить прежде место жительства переселиться на другой конец города В 1160 году на месте сгоревшего деревянного Успенского собора построенного по преданию еще в 991 году Святым Федором по повелению великого князя Владимирского Андрея Боголюбского была начата постройка белокаменного здания которое было разрушено пожаром в 1204 году С 1207 года появилось самостоятельное ростовское княжество быстро ставшее одним из влиятельнейших политических центров русских князей основатель княжества старший сын Всеволода Большого Константин Всеволодович заново отстроил Успенский собор это в 1214-1231 в это время город переживал небывалый экономический и культурный подъем Ростов являлся одним из самых больших городов на северо-востоке площадь его укрепленной части окруженной валом и рвом составляла более 100 гектаров в городе были княжеский и епископский дворы большой торг, более 15 храмов, несколько монастырей в 1237 году Ростов не оказал сопротивления монгольским войскам так как дружина ростовского князя Василия Константиновича в составе объединенных Владимиросозгольских войск под предводителем великого князя Юрия участвовал в битве с полчищами Барундая на реке Сить в 1238 году Василько при этом был взят в плен и затем казнен князем стал его малолетний сын Борис при котором в частности произошло крупнейшее восстание против татарских сборщиков налогов в 1262 году в 1297 году ростовский князь Константин Борисович выдал свою дочь за московского княжича Юрия Даниловича это не помешало Юрию в 1317 году сатарскими отрядами Кавгадея и Астробыла сжечь Ростов и изгнать из него князя судя по всему Александру Константиновичу державшего в сторону Твери в споре между Юрием и Михаилом Тверским за великокняжеский престол по гипотезе Кучкина около 1328 года ростовское княжество и сам город Ростов разделились на две части Борисоглебскую на востоке которую получил князь Федор и Сретенскую на запад которую получил князь Константин Сретенская часть возможно вскоре была объявлена частью Владимирского великого княжества и фактически попала в полную зависимость от Москвы по другой версии под власть Москвы в 1328 году попадает все ростовское княжество именно к этому времени относятся переселения из города местных бояр включая Кирилла, отца Сергия Радонежского автор «Жития святого» пишет по этому поводу что, увы, Ростову и его князьям взяли у нас власть княжение, имение и славу ростовская дружина участвовала в битве на Куликовом поле при Василии II темном ростовское княжество фактически окончательно входит в состав Москвы в 1430-х годах там присутствует великий великокняжеский наместник а по своей духовности в 1461-52 г. Василий завещает его в полную собственность в своей жиде Марии в 1473-1474 г. Борисоглебские князья продали остатки своих княжеств прав Ивану III так символика ранняя символика основная статья герб Ростова на разных монетах изображались человек или только его голова иногда в шапке с секирой мечом копьем щитом саблей духовым инструментом или кошелем кошелем в руках два человека друг другу лицом четыреногий зверь иногда головой назад к хвосту в форме трелистика и т.п. а также трамги ростовских князей ладно это оставим в составе русского государства несмотря на потерю политической самостоятельности Ростов продолжал оставаться резиденцией митрополита и крупнейшим церковным центром в 1565 году когда царь Иван Грозный разделил русское государство на апричнину и земщину город Ростов вошел в состав последний и относился к ней до начала 1569 года после чего был взят в апричнину в смутное время Ростов не избежал трагической участи многих российских городов в 1608 году он был сожжен и разграблен тошинскими отрядами которые взяли плен митрополита Филарета будущего патриарха и отца царя Михаила Федоровича в истории Ростова это было последнее нашествие захватчиков в 1632 в 1634 годах по заказу царя для укрепления города вокруг его центральной части голландский инженер Янус Корнелиус Ротенбург построил земляную крепость она вошла в мировую культуру как памятник староголландской фортификационной системы на протяжении долгих столетий Ростов сохранял за собой значение религиозного центра Территория Ростова Территория Ростовской епархии простиралась далеко за пределом современной Ярославской области Ростовской иерархии были в числе наиболее влиятельных церковных владык в конце осторожно дети ограничение 90 в конце 14 века ростовские архиереи получили санархи епископов а в 1589 году митрополитов Ростовская митрополия была одной из богатейших в Европе во второй половине 17 столетия по инициативе митрополита Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости ограничение 60 митрополита Ионы Состоевича в Ростове разворачивается строительство новой архиерейской резиденции за короткий срок около 20 лет в центре города был возведен величественный ансамбль митрополитчьего двора состоящий из культовых жилых и хозяйственных построек окруженных крепостными стенами с высокими башнями известные как Ростовский Кремль на соборной площади при кафедральном Успенском самборе была построена уникальная звоница для которой были отлиты огромные тысячепудовые колокола в 16-17 веках происходило формирование архитектурных комплексов многочисленных городских и пригородных монастырей значительная часть которая сохранилась до нашего времени неудобно писать поэтому решил позвонить да смотрите мне уже звонили из вашего салона девушка из салона салона в салон в конце 18 века центр Ростова Ярославской епархии был перемещен из Ростова в Ярославль по по губернской реформе 1778 года Ростов стал уездным центром началась перепланировка города по регулярному плану неплохая дорога ограничение 70 подождем посмотрим что они ответят чуть позже продолжу так до Ярославля еще далеко кстати в Ярославль не заезжаем мы входим справа я продолжу читать про Ростов Великий так наверное повторю в конце 18 века центр Ростова Ярославской парки был перемещен из Ростова в Ярославль по губернской реформе 1778 года Ростов стал уездным городом началась перепланировка города по регулярному плану со второй половины 18 века и почти до конца 19 века в городе проводилась знаменитая Ростовская ярмарка благодаря которой Ростов сохранял за собой значение важного торгового и экономического центра Ярославской губернии по размерам Ростовская ярмарка уступала лишь Макаревской и Нижегородской В это время в городе развивается и нефтяной промысел Ростов становится одним из центров производства расписной финити В 1885 году владелец фабрики Рульма сделал первый городской вести километровый водопровод от Которосли до фабрики в последствии он завещал городу все свои средства на которые был расширен водопровод была основана гимназия и планировалось открытие университета со второй половины 19 века в Ростове начинается восстановление и реставрация архитектурных памятников Ростовского Кремля в 1883 году в Кремле открылся музей церковных древностей в которой в настоящее время является значительным культурным и научным центром 20 век к 1900 году Ростов насчитывает 14 тысяч 500 человек 4 школы духовное училище женскую прогимназию художественно-ремесленную школу 21 фабрику и завод 22 церкви и 5 монастырей ныне государственный музей и заповедник носит название Ростовский Кремль ему принадлежит богатейшее собрание памятников древнерусского искусства уникальные уникальные коллекции икон древнерусского лицевого шитья производства живописи и графики 18 20 века древнерусской опасность ограничение 50 древнерусских рукописей и документов археология господи в 1995 ростовский музей включен в список особо ценных объектов культурного наследия России в 1970 и 1980 годах город входит в состав туристического маршрута золотое кольцо в нем строится гостиница большую часть ростовского кремля отдается под молодежный туристический центр ростов на окраине города строится несколько заводов в основном оборонного назначения оптико-механический опытно-экспериментальный радиозавод для этих предприятий создается инфраструктура такая как канализация водопровод газоснабжение строится электростанция нера в разных районах города появляется несколько микрорайонов значительное прошлое Ростова обусловило его насыщенность памятниками истории культуры одним из важнейших памятников является уже сам ландшафт озерной котловины и прилегающей территории на протяжении тысячелетий привлекавшей сюда людей и изобиловавшей памятниками археологии памятниками археологии классикой не только русского но и мирового искусства стали архитектурные памятники Ростова в частности постройки бывшего архиерейского дома 17 века ростовский кремль большую часть большую ценность представляет каменные деревянные застройки 18-20 веков достоянием мировой культуры являются ростовские звоны уникальный набор музыкальных произведений 17-19 веков неотделимый от замечательного музыкального инструмента знаменитой ростовской звонницы каждый из нее 13 каждый из нее 13 колоколов от самого большого весом 2000 пудов 32 тонны до самого малого имеет свое особое звучание в википедии очень много информации я наверное на этом закончу читать о ростове про монастыри про монастыри в википедии можете посмотреть сами значит население в 2017 году составило 31 1039 человек очень много фильмов перечисляется где задействована архитектура ростова ростова развита припоростроение машиностроение производства строительных материалов энергетика пищевая промышленность вот например самая старая отрасль промышленности в городе некоторые предприятия созданы в 19 веке строительство в городе ведется в двух районах юго-западном и северном ростов является центром производства финифти финифти производство ее как кустарно так и на фабрике ростовский финифти за 90 лет существования фабрика выросла из маленькой артели в крупное ювелирное предприятие в ростове действует более 20 гостиниц наиболее крупные из них имеют 2-3 звезды в ростове действуют магазины таких российских сетей как пятерочка магнит дикси позитроника евросей днс малого много мебели магнит косметики магнит косметик связной в городе действует и ростовские торговые сети 2 плюс 2 от роз абакан леон леон а также торговый центр рольмаз кинотеатра киномакс магазинами gloria джинс много мебели днс я смотри у тебя на этом номере телефона музыка подключена города побратья и мы города заключившие договор о сотрудничестве с ростовом имсиа финляндия стивена стивенспойнт штат вексонья вексонь веконсин сша чернигов украина Макаров, Киевская область, Арзамас, Нижегородская область, Ним, Франция. На горизонте уже видны трубы котельных Ярославля. Носкоп, повторю, в Ярославль заезжать не будем. Когда я тебе перезвонил, запрашивали, ну там один номер телефона, Вентус указал. Нужно было три, один личный, один рабочий, один контактного лица, там дополнительный какой-нибудь. Вот, я указал дополнительный, трое личный, а рабочий указал 23-44. Очень красиво вот эти трубы котельных. Смотрятся большие морозы. Такой дым поднимается белый издалека, видно. Издалека видно. А это нефтеперерабатывающий завод, с левой стороны проехали. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 70. Возможно ТЕБЕ НАПИРАТЬ. Ну там узнать, там на связи, не на связи. Может поспрашивать, ничего. Вот, будь просто на связи и потом, тебе есть войски приходят, когда ты включаешь свой телефон, или он у тебя включен. А, ну может сесть, да? Ну просто посмотреть, были одни пропущены, или нет. Вот, не расспорно. Если он тебе наберет, ты мне позвонил одна. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 70. Осторожно, дети. Ограничение 70. Ограничение 70. Ограничение 21. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В Ярославле здесь сейчас находится с левой стороны С левой стороны по ходу на разном удалении русло реки Волга Субтитры делал DimaTorzok 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 Деревеньки Небольшая Сокола Дядькино Дядьково Субтитры делал DimaTorzok 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 Сравнить в настоящее время состояние дороги можете посмотрев видео Сургут, Москва Это по моему года два назад я проезжал именно по этой дороге еще проблема по моему с заправкой была ну как проблема с заправкой у меня была карточка лукойловская и не все заправки ее принимали так 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 вот левый поворот по моему уже проехали да проскочили уже это ведет к Ярославле можно попасть проспект Фронзе проехали давно уже и это так так с так так и Осторожно, дети. Ограничение 60. Прошлые годы, кстати, движение по трассе М8. В прошлые годы, проезжая через Матищи, очень много времени терял на то, чтобы покинуть Матищи. Это пробки, заторы. Если стартовал, например, часов 7-8 утра, то максимально, на что у меня хватило проехать, это до Макарьева. Уже было темно. Ну, а сейчас, как видите... Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. В связи с тем, что у Матищи нет пробок, движение относительно свободное, то и больше проехать можно. Скажу, что в первый день Валентин проехал и остановился на привал, по-моему, в Кирове. По-моему, в Кирове, кажется. Порется. Продолжение следует... Напомню, что с левой стороны русло реки Волга. Железная дорога проходит с правой стороны, ну, в пару километрах, наверное, от трассы. Трасса М8. Называется Костромское шоссе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В следующей серии будет проезд через Кострому. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и я буду сворачивать свой разговор. В общем, жду вас в третьей серии. На просмотре третьей серии. Субтитры сделал DimaTorzok